Изменение климата и его влияние на жизнь обсуждают сегодня молодые кыргызстанцы. За последние годы перемены особенно очевидны. Жаркое лето, засуха и другие природные катаклизмы, вызовы, с которыми приходится сталкиваться всему человечеству. Можно ли приспособиться к этим условиям и как обсуждают молодые люди и эксперты в ЖГУ. Мы, молодежь, не можем остаться равнодушными. Изменение климата в настоящее время может оказать серьезное влияние на здоровье человека. Сейчас я сделал ряд предложений. У каждого из нас должно быть личное мнение. Я также пришла с рядом предложений. Их выслушали на общем собрании. Изменение климата теперь представляет собой угрозу и с этим надо что-то делать. По данным Всемирной организации здравоохранения, исследователи прогнозируют, что некоторые последствия климатических перемен могут привести к увеличению примерно на 250 тысяч смертей в год в период с 2030 по 2050 годы. Очередная летострашилка либо основания для переживаний действительно есть, пытаются разобраться эксперты. Кыргызстан является одной из самых уязвимых стран впоследствии изменения климата. А молодежи у нас 56% от общего количества населения. То есть это большая часть населения Кыргызстана, это молодежь. И молодежи очень важно знать, что происходит в стране, почему меняется климат, какие риски он к себе внесет, что это грозит чем для них, для нас. И они могут подготовиться, могут начать принимать участие в принятии экологически значимых решениях. Участие в обсуждении климатических перемен принимают молодежные активисты ЗОЖской, Баткенской и Джилалабадской областей. Поучаствовали студенты в специально организованной для них климатической викторине. Участие в ней приняли 10 команд, всего 70 человек. А также предлагают студенты свои проекты по улучшению окружающей среды. Хотя практических проектов пока не так много, отмечают эксперты. Повысить участие молодежи, роль молодежи в принятии экологически и климатически значимых решений. Второй компонент – это интегрировать вопросы изменения климата в систему формального и неформального образования. Именно поэтому сегодня мы здесь, в ОЖГУ. ОЖГУ, как вы знаете, один из ведущих университетов, где также преподаются вопросы, связанные с окружающей средой. Мнения и предложения молодых неравнодушных к проблеме изменения климата кыргызстанцев без внимания не останутся, обещают организаторы обсуждения. Главное теперь собрать все в конкретные проекты, которые будут улучшать окружающую среду.